И, как обычно, время подошло к еженедельной 10-ти минутке общения с Майклом Бруком, начальником Бюро расследования несчастных случаев и автодорожных происшествий. Майкл, здравствуйте! Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Я желаю всем здоровья, поздравляю с прошедшими, наступающими праздниками, то, что отмечает. Всем желаю здоровья и не попадать ни в какие несчастные случаи и оксиденты. Но если, не дай бог, кто-то в вашей семье, среди ваших близких, друзей, знакомых, родственников или сослуживцев на работе получил какую-то травму тем или иным образом, всегда имеет смысл позвонить мне по телефону 718-256-5610 и посоветоваться. Потому что, возможно, есть возможность, особенно если кто-то в этой травме виноват, получить деньги с виновника. Или со страховой компанией, которая этого виновника защищает. Так что, если любая травма, там, или автоавария, или вы где-то упали, там, что-то себе повредили, или на работе что-то случилось, всегда имеет смысл позвонить и посоветоваться. Мой телефон 718-256-5610. Михаил, мы на эту тему, в принципе, говорили много раз. Но что поделаешь, многие радиослушатели просят вас еще раз объяснить, возможно, более подробно, что нужно делать, если виновник уехал с места происшествия. Нужно ли записать номер его машины, нужно ли сфотографировать место происшествия. Наконец, нужно ли вызвать полицию, что вообще нужно и что не нужно делать в подобной ситуации. Ответьте, пожалуйста. Не существует какого-то одного универсального рецепта на все случаи жизни. Есть много вариантов, что нужно делать в случае, если виновник скрылся. Самое простое – это позвонить в мою службу по телефону 718-256-5610. Я вас свяжу с адвокатом. Он вас выслушает, что конкретно произошло, и даст вам какую-то свою профессиональную инструкцию, что нужно делать, что делать не обязательно, а что категорически ни в коем случае не нужно делать. Потому что в каждой такой ситуации существует много маленьких деталей, и только адвокат в состоянии дать вам точный совет, выходя из данного конкретного случая. То есть, если в происшествии было увлечено транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания, то деньги можно получить со страховки автомобиля любого члена вашей семьи, с которым вы вместе живете. Или это на ваше имя страховка, или на имя вашей жены, сына, внука. Неважно. Но если вы вместе живете, то со страховки этой машины можно получить деньги и за ваше лечение, и за ущерб, ненесенный вашему здоровью. А если в вашей семье нет машины, и вы живете, например, один, у вас нет машины никакой, то тогда есть специальная организация, которая называется MVAC, или на таком адвокатском жаргоне MVAC. И в любом случае, ваша ли это страховка, или это MVAC, заявление об аварии необходимо сделать 24 часа с момента аварии. Поэтому очень важно, чтобы вы посоветовались прямо сразу, как только это произошло, у вас не так много времени, и адвокат вас полностью проконсультирует, что делать. Если какие-то травмы есть, то об этом необходимо сразу сообщить. То есть если потом вы вспомните про свои травмы, то могут возникнуть вопросы, и вам могут не поверить. Поэтому это очень важный момент. Четко определиться, как вы себя чувствовали до аварии, как вы себя чувствуете после аварии. Если что-то изменилось, об этом надо сообщать сразу, при малейших даже признаках. Потому что иногда эти маленькие признаки могут потом послужить основанием, чтобы вам сделали какую-то диагностику и определили точный диагноз. И иногда этот диагноз может быть очень серьёзным. И потом вас может это мучить всю оставшуюся жизнь. Поэтому очень важно с самого начала обратить внимание. А дело в том, что после аварии большинство людей находится в состоянии такого небольшого шока. В их крот попадает адреналин и всякие другие гормоны, и они могут не чувствовать боль. Поэтому очень важно, даже если что-то чуть-чуть покалывает или немеет, сразу же обратить на это внимание и сразу сказать и полиции, и адвокату, и мне, когда вы звоните. То есть это принципиальный момент. А потом уже начинайте рассказывать про то, как произошла авария, что случилось с машиной и так далее. Особенно надо обратить внимание на всё, что связано с позвоночником. Шея, поясница, средняя часть спины. Если там хоть какие-то малейшие боли появились, вот это самое главное. Об этом надо сразу сказать. Ну, если, конечно, что-то сломано, то это ещё более серьёзная ситуация. Но если нет переломов, нет шрамов, то самое главное – это что произошло с позвоночником. То есть если где-то появилось какое-то ощущение, об этом надо сразу сообщить. И звоните сразу в мою службу по телефону 718-256-5610. Я вам сразу дам адвоката, а он вас соединит уже с доктором. Я вам приведу такой пример. Мне позвонил один мужчина, он ехал на велосипеде, и на пешеходном переходе на повороте его сбила машина. Он упал, а машина его объехала и скрылась. Он мне позвонил. Я спросил, как он себя чувствует. Он говорит, да, вроде нормально, скорее всего ничего не сломано. Я говорю, послушайте меня, вы прислушаетесь к состоянию вашего организма, особенно в шее и спине, не уходите с места происшествия, подождите там хотя бы минут 30. Если что-то у вас проявится, то вы мне прямо с этого места перезвоните. Он меня послушался, сел там в какую-то камеечку. Через 30 минут у него очень сильно начала болеть рука. Понятно, он был в шоке, адреналин в крови, он не чувствовал боли. А потом через 30 минут почувствовал. Он мне позвонил и говорит, что рука очень сильно болит. Я говорю, давайте я вам вызову скорую. Я вам вызову скорую. Его отвезли в госпиталь. Оказалось, что у него перелом руки. А поначалу вот он даже боли не почувствовал. Машины у него своей не было. Он ездил на велосипеде. И мой адвокат получил деньги для него вот с этой городской страховки 25 тысяч. Это максимальная сумма, которую с ним можно получить. Плюс оплата лечения на 50 тысяч. А у него не было медицинской страховки никакой. Так что все его билы медицинские были оплачены. И плюс он 25 тысяч получил. А если бы он ушел и обратился, допустим, через два дня, то он бы ничего не получил. Потому что дается 24 часа всего. Так что если, не дай бог, что-то подобное происходит, надо позвонить как можно быстрее в мою службу. Спасибо за толковый ответ, Аня, у вас все толковые. И давайте послушаем тех, кто нам позвонил. Вот, например, Александр. Пожалуйста, Александр, ваш вопрос. Майкл, я вот сейчас внимательно слушал ваш ответ на вопрос Александра Гранта. А у меня почти такая же ситуация. Меня на пешеходном переходе сбил большой линкой, когда поворачивал направо. Я только хотел махнуть рукой от страха, а он скрылся. Я уже обратился в вашу службу. И спасибо за подсказку. Я вызвал полицию, они нашли виновника. У нас в семье машина есть. Меня интересует, с какой страховки мне будут платить. С моей или со страховки виновника? Да, я знаю, что у вас тяжелая травма, перелом бедра. Сожалею, что так все произошло. И не волнуйтесь, адвокат, который я вам дал, уже выяснил его страховку. К сожалению, она небольшая. У него страховка минимальная в штате Нью-Йорк 25 тысяч. И больше у него уже ничего нет. Ни дома нет, ни сбережений, ни квартиры, ничего. То есть мы все это уже проверили. Я думаю, что через полтора-два месяца мой адвокат получит для вас эти 25 тысяч всего страховки. А потом получит с вашей страховки. Поскольку ваше страховое поле 100 тысяч, то мой адвокат получит с вашей страховки еще 75. Вообще я всем советую иметь не 100-300 страховку, а 250-500. Потому что тогда вот в подобной ситуации вы можете получить до 250 тысяч. Ну, люди в основном пытаются экономить, хотя это всего несколько сот долларов. А вот если, не дай бог, несчастье случается, потом, к сожалению, маленькое покрытие. Так что я советую добрать максимальное, полное покрытие на машину и лобилити 250-500. Всем советую. Если, не дай бог, любое несчастье произошло, звоните мне по телефону 718-256-5610. Спасибо от имени Александра. И мы успеваем принять еще один звонок. Пусть это будет Ольга. Ольга, милости просим. Майкл, я шла со своей дочкой забирать химчистку. Там на тротуаре одна плита была выше другой. Мы обе споткнулись и упали. Я сломала ногу, а дочка руку. У моей дочки пятеро детей. Муж ее работает с утра до ночи. Я следить за детьми не могу, а бабушек и дедушек больше нет. Дочка сейчас тоже не может. Значит, нам придется приглашать бабиситера, а это дорого стоит. Что вы нам посоветуете делать? Что? Не волнуйтесь, мой адвокат имеет очень большой опыт в делах против города. И, как правило, получает с города большие деньги. А все ваши расходы, связанные с этим происшествием, вашими травмами, будут оплачены и войдут в сумму компенсации. Я приведу такой пример. Ко мне обратились муж и жена, они оба упали споткнувшись на плиту на тротуаре около аптеки. Мой адвокат получил для них полмиллиона, куда вошла оплата всех их расходов, связанных с этим случаем, включая даже все там поездки на Uber, на такси и так далее. То есть все их инвойсы и реситы были полностью оплачены и вошли вот в эту сумму компенсации. Поэтому все собирайте, просто все реситы, и мои адвокаты всем этим займутся, и все. Я уверен, что получат вам при таких тяжелых травмах. У меня в этом нет никакого сомнения. Они найдут виновника. Это может быть город, а может быть страховка владельца ближайшего здания, которое там находится возле этого дефекта. Так что мои адвокаты это все выясняют, вам доложат и получат деньги со страховки. Билдинга или из города. Не дай бог что-то подобное происходит, просто как можно быстрее звоните мне по телефону 718-256-5610. Майкл Брук. Любое время дня и ночи, любой день недели. Я всегда приду к вам на помощь и связываюсь с адвокатом даже ночью, если что-то произошло. Поэтому чем скорее вы позвоните, тем больше шансов, что мы соберем все необходимые доказательства. Итак, еще раз мой телефон 718-256-5610, если вы не нашли, наберите на интернете michaelbruck.com. И там есть все мои координаты, можно прямо даже с веб-сайта послать мне сообщение. В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований, несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610-256-5610